это как просто выйти на улицу и встретить единорога удивительное но везет такси с низкими ценами существуют везет реально это второй день нашего трипа прекрасные горы с белыми колпачками а ты когда просыпаешься видишь всю эту красоту и думаешь господи это что декорация это что хромакей но нет это все по-настоящему у нас был очень вкусный завтрак и сейчас мы поедем мыть наши машины потому что на грязных машинах мы не ездим только на чистых и будет одна такая интересная заковыречка в нашем доме сейчас увидите вы что везде что-то на самом деле ребята у нас офигенные мы так сконнектились с ними в этом трипе я просто души в них не чая вот третий день пытаюсь сказать вам что я поменяла масло фильтра все машина полностью подготовлено и пленка у нас пленка теперь есть на машине так что она в полной готовности покоряйте что случилось кто-то харкнула на мою машину а может это птичка понятно это остатки хорчи у нас к вам вопрос на счет цвета вашей рубашки но это мы оставим вы заметили такой интересный факт вы богатый человек давайте уточним насколько потому что я когда приезжала на съемку лев работает клик-клаки я разговаривал с представителем команды с режиссером сценаристом и они мне рассказывали каких машинах они передвигаются и там это и даже такие рио и так далее но у тебя м2 как это просто успешно перепродать предыдущих автомобилей ну плюс ума да конечно так на это что человек честно ответил знаете что только что узнала что его нет лучшего образования 1 класс закончила и больше в универ никуда не поступал просто пошел тройки-псёрки-псёрки двойки у меня было 8 предварительно то есть ты был лучшим снизу вот я я я ты говоришь этого не было у тебя да нет я вчера у меня был только след вот здесь вот растерто блин это очень странно потому что у меня тоже будет это растерто по крышке багажника хорча харча у меня была растерто по крышке багажника прям видите это прям грязь хейтер украина посмотрите фары срочно а его там ничего не стоит я думаю вот те фары которые уже сложно украсть не 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 да эти тоже уберут да если хотите узнать девушку просто спросите что лежит в ее сумочке у меня например паспорт зарядка ключи от машины и расческа все самое необходимое но вас наверное удивит что у меня нет там кошелька и огромного количества пластиковых карт а сейчас я расскажу лайфхак как сделать свою жизнь и сумочку намного легче все мои скидочные карты хранятся в одном надежном месте в телефоне конечно добавил я их туда через берпэй на андроид это супер удобно во-первых не нужно переживать что вы потеряете кошелек или долго искать ту самую скидочную карту в своей бездонной сумке стоя у кассы во вторых все карты доступны без подключения к интернету добавить карту просто и быстро откройте раздел бонусные карты в Сберпэй или через Сбербанк онлайн нажмите кнопку добавить карту после этого отсканируйте штрих-код или QR-код с карты и сохраните ее готово пользуйтесь Сберпэй и делайте свою жизнь более комфортной кстати оплатить покупку тоже можно легко и быстро одним касанием телефона все подробности в описании все подробности все подробности все подробности все подробности все подробности все подробности все подробносты в конце Шикарно, такие удобные люди живут, и красота невероятная А мы, ну, вот так А мы, кстати, вчера здесь были, и еще потом сюда же Да хорошо Сказал, почаще приезжала носить Ставь лайк, если хочешь, чтобы я чаще приезжала носить Капля Она называется Капля, но так как она выглядит очень-очень престижно Я называла ее элитной Каплей Мы приехали на мойку самовслуживания, чтобы помыть тактики И сейчас предварительно писать исключительный контент Где планы, когда я буду мыть свою машину Ну что, обракомутимся? Я думала, что если вот это взять, я просто ее помою Не знаю, лучше чем пусть не мой Жадко скучно Жадко скучно Купаю свою новую лягушку Посмотрим, любит ли она мыться Кое-как, ну, помылись Что делать дальше? Отстирать ляпочки Давай Она не первый год в этом бизнесе Что за дыни, су- Что, прям чтобы так? Хе-хе, бай У-у-у, ее тачпы, ла-ла-ла, да? Так, тут у нас Егор F-Type 800 лошадей Или сколько он сказал? 650, да? Мы хотим заезд с вами Давай Сколько лошадей? Сколько лошадей? Светофор Я еще ребенком гонял тут Там будет железнодорожный переезд Ровно 500 метров Я рванул на зеленый У-у-у-у У-у-у Позвлек его! У-у-у Викабил, Викабил Куда его? Ты счастлива, что Беха все-таки отымела? На самом деле, да. А у него полный или задний? У него задний привод, да. Но Беха сделала, на самом деле. А, вы сейчас спросите, почему у нее за рулем? Ну, как бы автор сезет. Коля у нас сел за руль, поскольку очень хотел. Тут так жарко, мы приехали здесь, т.е. 36, а сейчас конкретно мы находимся в Кабардино, Балкарии. Отсюда родом мой конь, кстати. Дима Билан. И Дима Билан тоже. Знаете, сначала у нас конь, потом Дима Билан идет. Ну, кстати, по приоритету ты сейчас уже коня ставишь? Ну, конечно. Дима, если ты хочешь поменять, скоро пировка, нужно было. Напиши. Николай, можно было в городе ласковых М4, пожалуйста? Не, ну она, конечно, с шестеркой не сравнится. Ну, то есть... Шестерка лучше? Нет. Не, ну тебе как она валит, разгон, и именно ощущение запаса в тормозах и в разгоне 200+. Ну, просто тот запас, который есть в этих спортивных тачках, он абсолютно, мне по сравнению, не дается с обычным. Сто процентов. Спасибо за вашу комментарии. Ребята, какой же кайф быть в дороге. Автотрипы – это моя новая страсть. Новые места, серпантин, крутые машины. Легковушку для своего путешествия я нашла достаточно просто, но в жизни и для работы зачастую требуется техника куда серьезнее. Тракторы, экскаваторы, погрузчики. И их найти куда сложнее. С чего начать поиски и как разобраться в этом мире тяжелой техники. И тут на помощь приходит Авито. В разделе «Грузовики» и «Спецтехника» можно найти все, что угодно. От тракторов до прицепов и грузовиков. Хочешь технику с пробегом? Есть. Хочешь новую? Пожалуйста, на выбор. Причем это не просто разнообразие, это огромнейший ассортимент на рынке. Очень классно, что Авито помогает сделать покупку безопасной. Рейтинг частных продавцов и проверка дилеров поможет сделать выбор надежно и без опасений. Кстати, если нужно, вы сможете здесь даже уникальные предложения по лизингу найти. Все максимально удобно, а главное в одном месте. На Авито легкая покупка тяжелой техники. Огромный выбор и самые выгодные предложения. А теперь возвращаемся к моим автоприключениям. Спасибо большое. Просто очень красиво. Спасибо большое. Это мило, я так люблю своих девочек-фартищиц. Их у меня уже 16%, а было в начале пути. Простем прекрасно. Причем, мы хотим разыграть Мурата, организатора нашего клипа. Чтобы мне кто-то подошел и сказал, типа, бип-бип, че? Ты реально организатор, не тот самый? Только давайте мне рассказывать, что это неправда. Спасибо. Ох, эти пранки-какашки. Да? А где Мурата? Они сейчас машину будут перегонять. Маша, на что он обидится, че, реально? Ну, мы не скажем. А ты ему скажешь, что не смотришь. Вот это решение. А потом мы, короче, вместе садитесь на диван, садитесь смотреть, он такой. Мурат, слушай, мы хотим сделать общую фотку. Подойдете? А где ребят? Ребят, давайте фотку сделаем. Садитесь на диван. А где ребят? Да. Садитесь на диван. Садитесь на диван. Нет. Давай, давай, давай. Чё? Там заказы давай. Охренеть. Чё не подала? Чё произошло? Офигеть. Всё, это было. Ореал блогерская, как и снова. Давайте блогер вперёд тогда, блин. Ой, ой, ой. Извините, а можно с вами путаться? Срочно нужно в Ютуб. Он уже закрывается. Слад, Слад. Можешь крикнуть, типа? Мурат, Мурат, пожалуйста, фотография ваша подписчица. Давай сделай нашу фотку, пожалуйста. Поближе. Маня еще привет, она тоже вас смотрит. Привет, Маня. Круто. Вошел в рот, смотри. Мурат, это УРАТ! Который какой? Мурат? Да, да. На фоне тачке какой? Давай, давай. Сколько день четвертый? Сфоткаю. Фиарик, давай, что-то, 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 что-то. Этот смех. Короче,부� Carlos. 20 часов. Еще у тебя на п Starting Unit. Полтора. Супер, что-то, что-то! Принциплина! Ладно, короче, я делаю обзор на комнату в отеле, где мы остановились неподалеку от Нальчика. И я просто хочу застыть ваше внимание на том, насколько офигенный номер, насколько светлый отель. Это не реклама, это вот просто вот хочу поделиться с вами. Очень приятная цветовая гамма номера. Зеркало, в котором сразу хочется сфоткаться. Вот такие вот шкафные хоромы. Ну, не самая мягкая, но мягкая кровать. И вот это, вот посмотрите, вот это пусть я чувствую, это маленькая, такая машина капсульная. Конечно же, вот это вот есть. Куда же есть фруктовая тарелка? Ну, тарелка не называют, не, ну, фруктовая... Композиция. Композиция. Жалко, что они написали. Hello, блондинка Трайф. Сейчас будем отдыхать, готовиться к следующему дню Трипа. А завтра опять начинается вся эта сербантинная история. И мы едем в сторону официально самой красивой дороги в Российской Федерации. Так что посмотрим, как же она будет. Thank you. Тетя не обидит мальчика, не беспокойся. Ребята, мы выезжаем на самую красивую дорогу в Россию. Это самый красивый маршрут по заверению нашего организатора. И я больших ожиданий от сегодняшнего дня. Очень долгая дорога постоит, но невероятно живописная. Поэтому я очень хочу, чтобы вы с нами разделили. И вообще, блин, ну прикиньте, ехать на такой тачке по такому серпантину и маршруту. И просто наслаждаться жизнью по такому музыку. Балдёрт. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Как будто Майнкрафт это построил и вывел в нашу реальность. Майнкрафт, это моя жизнь, блядь! Майнкрафт! Блин, не, знаешь, я буду как-то так классно, вот из подписчиков сюда взять. Знаешь, хочется. Что за... Вот хочется подписчиков сюда привести, чтобы они тоже увидели эту красоту сегодня глазами. Сколько же надо набрать лайков? Сколько нужно? Давайте наберем 25 тысяч лайков на это видео. Тридцать. Чего надо чувствовать? Я достойна больше. Сот. Давайте наберем 40 тысяч лайков на это видео, и я возьму одного из вас в этот рип следующий. У меня, короче, слезы, ну, я обмакнула глаза, образовалась слеза, и она мне сказала, чтобы быть сюда. А она, короче, потекла по гортани, теперь я даже в дуфу ушла. Ребята, иногда прям хочется вот такого жесткого, черного кофе-заправки. Не, я реально отвечаю. Я иногда люблю взять кофе-заправки, вот и не помню. Он, у него отдельный вкус такой, отдельный вкус, я подождаю, скажу. Пипите, пипите. Почему в этом? Ну, вы сказали, вкусная сисиска, да. Ну, вообще, он какой-то здоровый. Сейчас будет битва за сосиску. Ну, забрал сосиску. Ну, может, он забедряет? Доедем до конца, трейфанем. Потом уже вернемся на споты, на вьюпоинты, на блю ауры, на блоудробы. И все, подснимем, все снимем. А что ты не меня поворачиваешь? Хватит, следи за движением, ладно? Вот, так что все, жестко кайфуем, музычку ставим. У меня КМС поет. КМС, ПМС, вот. Да, блядь, галаль. Летс го. О, Ле, все сходили? Да. Да, да. Прямо здесь начинается наш маршрут. Тот самый маршрут, который приведет нас в самые красивые места нашей, родной, в Россиюшке. Какие арбузики? Господи, так вот здесь арбуз, знаете, взять его, купите. Так вот, обоспать будет? Ребят, мы остановились. Мы остановились купить папаху. А вот, вот это. Такая красота, можно примерить? Конечно. Вот даже с фотографией. Так? Вообще офигенно. Да. Ребят, как вам машины? Крутые, честно. А вы знаете, что это за тачки? Вот это BMW. Какая? Это германская. Немецкая, да? Да. А там еще одна есть, хотите посмотреть? Пойдем. Ну там, слева. Это ваше М4? Это М4. Да ну! Это М4. Это... Да ну нафиг. Я такой первый раз вижу. Я... Он любитель Mercedes, я BMW 4 или М3? М4. Хотите посидеть? Да. Что, посадим, ребят? Пойдемте садим. Пойдем. Он может, он может, он сможет. Аккуратно прям вот так. О! О! Это что за выхлоп? А за сколько вы ее покупали? За три овцы. Давай лапу. Такие они велошины. Вообще, тут зеленые кофточки, такой пупсик. Вау, как красиво. Как будто здесь хоббиты снимают. Все эти ущелья, выступающие камни, деревья. Аккуратненько растущие пучочками, такие коровки. Знаете, что я думаю, ребят? Что путешествовать вот так по своей родине и видеть все эти красоты обязательно нужно. Потому что именно в этот момент ты понимаешь, насколько ты любишь свою станет. Да это просто жесть. Давай, давай. Столберик снимается. Я не знаю, я как будто в гран-туризме в какой-то гоночной игре. Да. Вау. Просто что? Мы просто едем в небо. Это так классно. Вау. Да вообще. Тихо, я воплый, ты пупэ. Типа, мы не решили, как естественно, отбор сделать. Кто проедет дальше, ну, задумает, кто не. Господи, как красиво, как красиво здесь. Аккуратно, не подкармитесь, надо мне. Обалдеть. Ребята, это просто мигдец. Мигдец. Ооо, красава. Ой, ой. Полит, да, полит. Я прям боком перед ним витала. О, ой. Субтитры делал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 И поскольку у меня есть вы, я обращаюсь к вам, ко всем неравнодушным, те, кто хочет помочь, мы открываем сбор с Тимуром. Все документы, которые подтверждают его диагноз, я приложу внизу в файле, и также там будут реквизиты этого сбора. А чтобы вы поняли, о ком идет речь, я пригласила Тимура в гости, чтобы он мог рассказать вам о своей истории. Изначально попал в больницу, думая, что это по моему заболеванию, что из-за высокого давления, плохо себя чувствовал. Хронически высокая давление. Да, и все это накапливалось вместе, и постоянно были какие-то скачки давления. И вот на тот момент я подумал, что это все то же самое из-за моего же заболевания. То есть я опять попадаю в больницу, лежу там чуть больше недели, и в конце сама заведующее отделение, с которым я хорошо общаюсь, она предложила, будет, сделай МРТ головы. Я сделал МРТ, получается, 8 апреля, и 8 апреля поставили о том, что в шишковидной железе есть какие-то образования. После того момента, в апреле, я немножечко забил на это все, потому что подумал, ну, проконсультировался опять же с знакомыми врачами, докторами, говорят, что нужно просто переделать МРТ и пересмотреть. До нейрохирургического отделения мы начали переживать. В первую очередь мама из-за того, что врач, она начала переживать и говорит, нужно это как-то развивать, эту тему. Потому что прошел уже апрель, прошел май, и мы решили попытаться попасть на биопсию. Чтобы попасть на биопсию в Москве, это колоссальный вообще просто труд, потому что нет прописки московской, нет возможности просто. Просто так биопсия в каких-то клиниках в Москве или Санкт-Петербурге, она может доходить до 250 тысяч за одну манипуляцию. Кстати, вот то же самое заболевание, которое у меня, если смотрели полицейского срублевки, там Мухич есть. Да, да, да. Вот у него, по-моему, 4 или 5 лет он боролся с онкологией, точно такое же заболевание, и он еще тогда очень сильно похудел. Конкретно в июне уже произошло то, что с результатом биопсии я лег в нейрохирургическое отделение плюс консультация онколога, и там уже конкретно поставили диагноз, поставили пинеобластому, то есть закачественную уроку кальшишкуидно-шайту. Что ты почувствовал, когда ты узнал о том, что это? Почувствовал, что как будто бы... Ну, первый вопрос был, конечно, почему я? Наверное, у всех так. Потому что казалось то, что ты идешь в такую сферу работать, как бы спасать людей, а почему-то так складывается. Естественно, в голове было, что я сделал в жизни такого, как бы по обстоятельствам, что оно случилось и привело к этому диагнозу. Какая реакция была? Да, наверное, как у любых родителей, максимально трагичная. Три года назад узнали о том, что у брата двоюродного лейкоз, то есть рак крови, как бы когда в семье происходит одно за одним, вот связанное со здоровьем людей, конечно, вся семья, она вся в максимальной депрессии. Я подумал, что надо что-то делать, и мама, она, конечно, очень сильно взяла все в свои руки и сказала, что, ну, может, я не придумаю, что-то будем делать. Я ей говорил, что я постараюсь попробую связаться, может быть, будет какая-то помощь. Она поддерживала в этом плане, но когда узнала, что результат отрицательный, что мне не отвечают или там не могут помочь, она сказала, что справимся с вами. Из медийных людей, вот я лично общался только, по сути дела, с тобой и с Алишер. Все остальные медийные люди, еще начиная с Крокуса, мне просто не ответили. И я писал Мишлетину, нашел контакты менеджера Егора Крида. Вот с Егором Кридом сложно тоже, потому что я писал в Телеграме менеджеру, менеджер просто читал, но не отвечал. Я думал публировать эти сообщения им же, но потом подумал, что если они на такую массовую акцию никак не отозвались, то просто какой-то парень чем-то заболел, то и не будет особо... Ну, безответно. Безответно, да. А по Крокусу вот я писал, по-моему, Асхабу я писал, Тамраеву, но там тоже слишком большая медийность, там сложная. И Азизу, да. Да. То есть он как бы себя уже не позиционирует, как охранник Алишера, он как бы сам... Двигается. Да-да-да, у него свои там медийные дела. Но с ним как-то получилось достаточно некрасиво. Может, я чувствую... Я все время, когда писал, я боялся, что я как-то слишком... Может быть... Обязываешь кому-то? Да-да-да. Вот с тобой по диалогу, может, ты поняла? Я стараюсь практически, старался, по крайней мере, практически не надоедать и не писать, потому что ощущение не самое приятное, когда ты просишь человека о помощи и боишься, что вот сейчас, что оно будет, как оно будет. И вот так же с Азизом было. Мы с Азизом созванивались два или три раза. Все было нормально. Он сказал, да, мы что-нибудь придумаем. И он говорит, даже если Алишер не впишется в это все, потому что у него сейчас проблемы, он не платит зарплату сотрудникам и прочее. Он сказал, я, в принципе, сам готов тебе помочь, потому что он нас с Сашей сам лично звал к себе на дом с его женой. Мы когда встречались на садоводе, он там тоже был, мы с ним познакомились, он нас фоткал с Сашей. Он отправил фото по Алишеру и сказал, эти самые ребята, может быть, ты их не видел, которые по кругу все, типа, делали все возможное. Вот, и Алишер тогда, я помню, он показывал на кружочек, ответил, то, что, типа, да, я их знаю, прекрасно. Привет, передавайте, что такое. Последнее, о чем мы вот с Азизом, я просто, чтобы не врать. Вот, когда я ему отправил все документы, он и отправил два голоса, там, что поговоришь или что. После этого я ему написал в июле уже большое сообщение, что нужен какой-то ответ. Он ничего не ответил. Назови, пожалуйста, полностью диагноз, который поставили тебе врачи. Злокачественное образование шишковидной железы. В данный момент мы уже собрали депозит изначальный на само лечение, то есть на первичное обследование, на осмотры, на отлет, перелет туда и проживание. Это сумма, половина от всей суммы. Чуть больше трех миллионов, я точно не скажу сейчас. А кем образом вы ее собрали? Это сумма, да, не секрет. Эту сумму эту собрали именно родственниками. К сожалению, маме пришлось взять кредит под залог квартиры. Какую-то сумму мне даже собирали на подстанции, на скорой помощи на Самуале. Плюс какие-то там были свои личные накопления. Мой кредит, то есть я все по максимуму, в основном это кредиты, какие-то долги из-за них. Общая сумма чуть больше 6 миллионов. Там 6 миллионов, пристроим 80, по-моему, тысяч. Но сумма самооперации, она неизменно была около 25 тысяч долларов. То есть это сама сумма операции, все остальные деньги, это повторные биопсии, МРТ и какие-то обследования. То есть сейчас осталось собрать порядка 3 с лишним миллионов. Да. Все документы, заверенные врачом, они есть? Да, 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 все документы есть. И они есть вот на диске, на который я приступлю к этому видео. О чем большом ты мечтаешь? Большая мечта у тебя какая-то есть? Вот так есть. Вот такие продукты. Я когда изначально пошел в медицину, я маму говорила, ты не сможешь работать обычным врачом, тебе надо будет потом куда-то придумывать, что делать. И вот у меня, когда я уже учился, проник, потому что работал от санитара, медсестрой, врачом, фельдшером, уже во всех должностях практически. Наверное, мечта, может быть, не построить, может быть, принять участие в развитии какой-то клиники, которая действительно помогла бы в какой-то определенной сфере. Я думал, чтобы это был, грубо говоря, рехаб. Наркологическая клиника, которая... Вытаскивает ли ты, как бы, наркологического зависимости? Да, из разной зависимости, потому что зависимости появилось очень много сейчас. Вот мечта, чтобы был какой-то... Не с точки зрения бизнеса, а с точки зрения участия в чем-то очень важном в медицинской сфере. Таким образом помогать запутать. Да, да. Это круто. Так, здесь 400. Вот, я надеюсь, что мой вклад тоже даст какой-то резонанс в этой истории. Огромный вклад. И я, конечно, очень хочу, чтобы ты уже взялся и как поехал в Китай на лечение. Самое главное, что твое внутреннее состояние, оно никогда не должно отпускать линки. Никогда, слышишь? Да. Чем больше ты будешь верить в себя, тем больше твой организм будет себя чувствовать здоровее. Что-то такое мне ощущается. Спасибо тебе большое. Это, на самом деле, огромный вклад, потому что каждые буквально 50-100 тысяч для всей семьи даются очень сложно. Так как в Москве мы еще не работаем, мы с регионов, откуда, где даже банально 40-50 тысяч, это да, зарплата, за которым мы работали полтора года последние. В принципе, любая сумма, которая есть, она очень-очень сильно помогает. Это не призыв к какому-то сочувствию. Не надо это. У тех, у кого совесть отзывается на эту историю, те, кто хотят реально помочь и просто сделать какой-то свой микро-вклад, а тут каждая, на самом деле, каждый рубль будет важен, ребята. Пожалуйста. Друзья, те, кто неравнодушны, те, кто хотят помочь, каждая копейка, каждый рубль очень важен. Поэтому я оставляю внизу реквизиты сбора. Пожалуйста, туда кидайте свою дорогую денюжку. И я надеюсь, что совсем скоро мы увидим Тимура в здравии и радостным, и спасающим жизни других людей. Вот так. Большое всем спасибо. Ребята, знакомьтесь. С нами сегодня шеф-повар национальной кухни Роман. Помогает нам сегодня Арман. Я Реале, ведущая рубрики «Кринжа и еды». Потому что что это, святое? За нами горы! Ну да, ну да. Пошел я нахер. Горы, а за ними Кавказ. Ну ничего не видно. Вот, я надеюсь, что мы сейчас поедим и увидим, когда скоротучка уйдет. Здесь супер-вид. Ребята, представляете, мы на высоте две тысячи с лишним метров. Мы будем сейчас в Кухне слушать, посмотрите на специальный стол «Кринжон» и «Кринжон». Ну, папа, а еще. А выше только любовь и орлы. Ребят, вот честно, я хочу вам сказать, заявить даже, манифестировать, что все эти Бодруны, все эти Мальдивы там, «Бор-а-бор», это все помнить. Вот это реально такой топчик. Столько эмоций ты просто зарождаешь в себе. У тебя просто в этот момент, не знаю, внутри вулкан бурлит. Капкас! 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 Это моя машина, да? Тебе надо сказать. Это моя машина. Чья машина? Это моя машина. Не понял, чья? Да моя. Вот эти номера, вот эти номера должны вот тут стоять. Это моя машина. Это моя машина по закону. Ну что ж, прямо сейчас и прямо здесь я планирую подписать. Наверное, это лучшее место, где мне доводилось это делать. Это был конь. Все, что происходит? Мы делаем рокировку тачками. Я сажусь за М2. Компетитшн, попрошу. Очень важное уточнение. А лес у нас садится за М4. Компетитшн. Прошу вот это вот уточнение тоже. Пробег. Сколько машин? Девяносто тысяч проверок. И посмотрите, какое состояние салона. Вот за это я люблю BMW-шную кожу, вот эту вот грубую, потому что она вообще не стирается. Только вот здесь вот не показывай. На самом деле, я так задолбалась этой коробкой автомат, она вообще не дает мне сорваться с места. А вот я видела, как лес уходит просто в точку на М2. Мне будет очень интересно. Ну, конечно, как я прикатаюсь. Если разрешить нам человек. Разрешайте? Ну, сделаем. Короче, сейчас будем кататься. Наш, ну. О, пускай. О, да ну! Вот это под жопу она дает. Какая М4? По ощущениям, как будто бы, если мы ехали наверх, то я бы смогла над ней чуть-чуть бомб подойти и понять, насколько это классная машина сейчас. И за то, что мы спускаемся вниз, я боюсь это делать, я не могу сказать, насколько это классная машина. Ну, скажи, звука внутри не хватает. Хотя снаружи она слышится прям очень хорошо. Ну, шумка тут. Хотя от колес звук тоже достаточно много. Нет, ну, однозначно мне гораздо больше нравится, как работает коробка с точки зрения ощущений под жопой. То есть она прям привозит, а у тебя в машине она очень мягко это делает. Она сглаживает как будто все эти переходы. По тормозам, вы что скажете? Тормоза норм. Ну, то есть я не могу сказать, что их не хватает прям жестко. Здесь за счет того, что она мало весит, мне кажется, что их в принципе хватает. Здесь не впадают какие-то экстренные прям ситуации. И, кстати, у нее подвеска прям тоже мягкая, видите? Угу. Прям долбану, нормально так мне даже в голову отдало. Прикол. Но вот этого в М4 нет. Да, вот этого нет. Она как будто, знаешь, на такой пружине делает так вот. Как говорят некоторые люди, товарняк жопу. Нормально. Я думаю иногда спущусь Snowback. Что за гонщик тут? Причем ты прям валивала. Я просто пыталась показаться трейкологом изходяемся. У тебя просто экар ещет. Я просто экар. Яма, яма, блядь! Я просто глаза закрыл, что это просто кошмар. Я вот всеми четырьмя колесами залетела. Реально? Ну вы же широкие, а я не смогла ее объехать. Мне пришлось посередине залетать. И что, как? Ты не пробила колеса? Понимаете, в чем проблема у меня? В чем, что у нее, блин, она вот такая узкая? Ну, только в таких ситуациях. То есть, я в основных местах, где вы едете, и вы что-нибудь цепляете. Я такая, я закрылась. А что? А что случилось? Там было две огромные ямы посередине. Я летела, ребята, мне сообщили о том, что там ямы, но я решила проигнорировать. Ямы размером с мини Байкал такой конкретно. Ну, вот такая вот. С одной стороны яма примерно, вторая с другой. И они, между ними было очень маленькое расстояние. Я, ну, поверила в себя. Может подумала, что у меня машина взлетит в этот момент. Вот. И проезжала прям посередине. И... Вот. Ну, в общем, и зацепила колесами. Да. Ну, вроде все нормально. Здесь целые. Я думаю, не нравится. Скажи, что можешь сказать про М4, а по сравнению с М2? Ну, гриповая, широкая баржа. Классно тормозит. Ну, не знаю, комфортная тачка, типа. Ну, она комфортнее, чем М2, сто процентов. М2 какая-то более такая. В плане драйва. В плане драйва? Ну, не, охуенно едет. Прямо сто процентов. Ну, понятно, что сто сил сверху. Сейчас мы едем до нашего глэмпинга. Отеля, в котором мы будем ночевать. Где-то в пригороде Кисловодска. И мне очень интересно посмотреть, что за отель. Потому что ребята скажут, что какой-то нереальный отель. И в него лучше попасть до темени. Так что мы ускоряемся и едем. Как вы понимаете, мы немножко устали. Слишком много эмоций, слишком много красоты. И когда много красоты. У тебя твоя эмоциональная батарея немного красоты. Мы едем 250. Виолетта орёт. я такой не понимаю что происходит я просто отпускаю газ и докатываюсь там типа 200 45 240 и вижу менту так вот идет палка размахивает но он понимает что он не успевает просто пролетаем ну я короче максим ехала не 150 где-то было положено несколько 270 что так нельзя вообще я очень плохой человек мы приехали посмотреть какой красивый просто невероятно красиво плоскутное одеяло какие-то плантации горы одиночные горы парные блин так красиво ребят вы просто какие-то ненормальные ну вы закат не заказали но это конечно очень приятные ребята еще яблони смотрите прям подходит и вот так все это видели все видели как у нее просто лагану глаз жестко тебе нужно доспеть мою малышку это джакузи я думаю это батут нет а батут вот я в шоке что мне ребята устроили мне очень приятно джакузи беговая дорожка круглый шатер иди-ди-ди даже иди сюда иди сюда такой он такой середине а в общем я добылась до того джакузи вот он с подсветочкой у нас такой контурный красивенький поставил себе чай травяной и оказывается вода сюда подается не каким-то шлангом с горячей водой а вода здесь кипятится через вот эту вот печку и это офигенно потому что она очень горячая и она не остывает от слова совсем очень горячо очень горячо и если прислушаться можно услышать как поют очки ощущение как будто мы здесь уже месяц настолько насыщенно настолько эмоционально качель на все что я просто оттаю от количества пережитого и не буду вспоминать эту поиску еще очень-очень долго и контент отсюда буду публиковать мне кажется месяц рядом со мной живет какая-то семья такая интересная история вам на ночь глядя ребят мне пришлось резко сорваться с джакузи уйти оттуда буквально посидеть 15 минут потому что слева от меня находится вилла моих соседей мои соседи это молодая пара и как могли понять уже между ними возник какой-то невероятно сильный поток чувств вихрь эмоций которых захватил и они просто решили почему бы нам не посовокупляться прям джакузи все что происходит там я вижу абсолютно вот как на ладони и слышу абсолютно так как будто это все происходит прям вот вот прям вот тут спокойной ночи